Хотелось бы сегодня дать трансляцию на тему водительства Святого Духа. Я вчера тоже об этом говорил. И давайте поймем, в чем уже суть нашего спасения. Иван Геатуаны, 14 глава, 16 стих написано И я умолю Отца, и даст Он другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. И 26 стих Утешитель, Дух Святой, который пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я вам говорил. Суть спасения заключается в том, чтобы принять Дух Святого. Когда мы принимаем Христа в свое сердце, Христос входит в нашу жизнь. И это Бог входит в нашу жизнь. И у Него есть конкретная цель. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Дух Святой приходит для того, чтобы в каких бы мы ситуациях ни оказались, Он напоминает нам, как нам надо поступать в тех или в других ситуациях. Потому что Матфея 12 глава, 43 стих, говорит о том, что Когда нечистый Дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда возвращается в дом мой, откуда я вышел, и, найдя, приходит его незанятым, выметым и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И водя живет там, и бывает для человека после последнего хуже первого. Да будет это с этим родом злым. Так вот, смотрите, чтобы вам лучше понять. Когда человек приходит в церковь, сталкивается с Духом Святым, Или приходит на молитву, или на энкаутер, И где люди Божьи, они действительно работают на то, чтобы нечистый Дух вышел из человека. И он проходит очищение, выходит из церкви, говорит, о, все, супер, у них все хорошо стало. То дьявол выходит, и написано, он ходит по пустынным местам. То есть дьявол любит злые духи, дьявол любит пустынные места. Пустыня-то что такое? Там, где нету Духа Божьего. Там всегда придет пустыня. Вот он, дьявол, не любит Духа Божьего. Когда он приходит и смотрит, а дом-то не занят, выметан, убран, почистили, все, все хорошо. И в итоге он потом еще приходит и дает еще шесть злейших духов. И что я видел часто людей, которые приходили в церковь, И не понимали, что суть спасения, Немножко приходили себя в порядок, потом уходили, И в итоге потом, через некоторое время, у них становилось еще хуже, чем до церкви. Вот об этом Писание говорит. И суть спасения заключается в том, что Дух Божий пришел в Деву Марию, И это Слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины. Это Иисус Христос, который умер на кресте, И который сказал, что когда я уйду, то Дух Святой придет в вас. И когда мы принимаем Христа в свое сердце, Дух Святой приходит в нас. Для чего? Чтобы напоминать нам жить так, как жил Христос. Чтобы в любых ситуациях мы находили водительство Святого Духа. Потому что дьявол, он хочет, чтобы мы забыли о водительстве Святого Духа И пытается нам навязать, что наше спасение заключается в чем? В иконках, свечках, в обрядах, еще в каких-то вещах. Но наше спасение именно заключается в том, чтобы мы находили водительство Святого Духа в каждом дне. То есть, как нам поступать по слову? Иными словами, когда мы попадаем в какие-то жизненные ситуации, задай себе вопрос, а что думает по этому Иисус? А что думает по этому вопросу Бог? А что бы Он сделал? А что бы Он сказал? И тогда, когда мы четко знаем этот ответ, мы действительно получаем водительство Святого Духа. Тогда в нашей жизни укореняются семьи, у нас в жизни появляются правильные взаимоотношения с людьми, правильные цели, ценности. И мы не подвержены водительству нечистого Духа, и хаосу, и беспорядку в разуме. И что еще хотел немножко добавить от себя? Высайя 60 глава говорит о том, что когда ты постишься, то ищешь водительство Святого Духа, ищешь ответы, то когда приходит ответ от Господа, то написано, застроиться потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений. Вот здесь мы должны четко понять, что в исход 20 глава Писание говорит, что ДНК проклятое приходит от родителей к детям. И наша главная задача, чтобы мы действительно находили ответы. И когда мы не можем найти ответы, бывают разные, бывают сложные ситуации в семьях, бывают сложные ситуации в работе, бывают сложные ситуации, и Библия говорит, можешь тогда поститься просто, отключи телевизор, отключи радио, удались от разных отвлекающих тебя вещей. Просто возьми Библию и начни молиться. Скажи, Господь, мне нужно твое четкое откровение, как мне в этой и в этой ситуации поступать. И если ты найдешь ответ, как поступать по Духу Святому, то тогда написано, пустыня с твоей жизнью уйдет. И тогда твоя жизнь, она не будет в психическом хаосе. Потому что дьявол, он хочет что сделать? Он написано, ходит, как рыпущий лев, ища кого поглотить. Поглощает он только колеблющихся людей, нетвердо наставленных, и которые не имеют водительства Святого Духа в своей жизни. Поэтому, чтобы иметь водительство Святого Духа в своей жизни, надо сосредоточиться на чем? Надо сосредоточиться на том, чтобы с утра встань, помолись и скажи, Господь, дай мне сегодня в Матфея 6.33, как написано, искать Царство Божие, правду Его. Искать не свою волю, а волю пославшего. Поступать не так, как я хочу, а как бы от Ивана на место меня поступить. И пусть ситуация разрешаться не так, не в мою выгоду, а согласно твоему Божьему плану. И если будешь ты на этом сосредоточен, то действительно тогда придет Дух Святой в твою жизнь. Если ты будешь искать своего, то тогда ты будешь действительно выходить из церкви, ты будешь менять церкви, у тебя будут другие, ну, как бы, в жизненной ситуации находиться. Но ответ истинный заключается в том, чтобы мы в каждой ситуации искали водительство Святого Духа. Меня зовут Матюжов Андрей, я пастор, я не читал, кто мне там что пишет, но можете написать мне в мессенджер, в контактах, я с удовольствием потом отвечу вам. Смотрите наши трансляции в Ютубе, они все есть. Поддерживайте добровольными прожитовованиями вашими это служение. Буду рад вам послужить. Пусть Бог нас благостоит в сегодняшнем день. Поймите, и загрубляя трансляцию, хотел бы по скриптам сказать, если ты с утра сосредоточишься на Божьем и будешь искать тот Дух Святой тебе подскажет. Если ты не будешь сосредоточен на Божьем, то ты будешь поступать в этих жизненных ситуациях по своей запрещеленной, уповеденной сущности. И, соответственно, ты будешь делать эти ошибки. И твоя жизнь превратится в хаос. Пусть Бог тебя еще раз благословит. Пересмотрите его. До свидания.